Мальчик из США во время карантина заработал маме на автомобиле квартиры и не забывай подписаться на канал. Мексиканская семья 8-летнего мальчика Аарона Морена жила очень и очень бедно в Лос-Анджелесе, но он смог заработать на вазон. Вместе с мамой он жил в сарае у друзей и тут он увлекся выращиванием вазонов. Но ему не хватало оборотных средств, так как у семьи было всего лишь 12 долларов. Друг семьи при помощи краундфандинга помог собрать Аарону 37 тысяч долларов. Благодаря этим деньгам они смогли открыть компанию, закупили все необходимое, заработали денег, купили квартиру, машину и смогли забрать старшую сестру Аарона из Мексико. История Талера Зигеля после военных действий в Ираке. Молодой человек по имени Талер по собственному желанию решил поехать на войну в Ирак, чтобы заработать денег на свадьбу со своей любимой девушкой. Но случилось ужасное, в машину Талера врезался смертник. Он остался жив, но с лицом произошли серьезные изменения. Девушка все равно его приняла и настояла на свадьбе, но проблемы Талера не закончились. Сначала его хотели обмануть с выплатами за службу, а через два года он развелся со своей девушкой. Но еще через два года он упал, ударился головой об лед и покинул этот мир. Во сколько лет ты узнал, что если желтую канарейку кормить красным перцем, то цвет ее перьев изменится на оранжевый и не забывай подписываться на аккаунт. Шоколад Сникерс был назван в честь любимой лошади-кондитера. Если смешать двойной экспресса и молочный коктейль из Макдональдса, то по мнению пользователей получится самый волшебный напиток в мире. Резиновые подлокотники метро двигаются быстрее, чтобы вы не уснули. Они считали Дашу самой талантливой девочкой, а она мечтала поступить в театральное. И не забывай подписаться на аккаунт. Сразу после школы она поехала поступать в театральное, но экзамены провалила. Но, насмотревшись на городскую жизнь, возвращаться в свою деревню она не планировала. Она устроилась с официанткой в кафе и познакомилась там с богатым молодым человеком. Она подумала, что вытащила счастливый билет, но билет оказался фальшивым. И вот спустя пять лет она возвращается в свою деревню, потрепанная жизнью на руках с маленьким ребенком. Не такое счастье Даша себе представляла. Но она еще и не знает, что настоящее счастье она найдет именно здесь.